Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы в студии». Сегодня мой гость, директор Центра подготовки кадров Сергей Иванович Андреевский. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Иванович. Сегодня мы поговорим об инженерном классе. Сергей Иванович, сколько лет инженерный класс работает в политехническом лицее? У нас в политехническом лицее инженерный класс был организован в 2016 году. И в этом году, весной, мы получили первых выпускников. То есть в каком классе они к вам поступили? Восьмой, девятый, десятый? В прошлый раз мы их набирали после девятого класса. В инженерный класс Алроса мы набирали выпускников девятого класса, они учились два года. Как-то программа была усилена, какие-то предметы они изучали дополнительно, либо к ним приезжали какие-то преподаватели из вузов страны. Как вообще вот этот весь процесс подготовки будущего инженерного ставок акционерной компании шел? Процесс строился из трех частей. Во-первых, акционерная компания Алроса выделяла деньги на усиление материально-технической базы. То есть мы выделили деньги на обустройство кабинета, выделили деньги на приобретение учебно-методических материалов новых для учеников. Кроме того, значит, заключались договоры с ведущими вузами страны и приезжали преподаватели, которые преподавали более углубленный уровень по техническим направлениям. Это физика, математика, информатика. Хорошо. Ну и кроме того, еще дети имели возможность проехаться по промышленным площадкам, по нашим промышленным предприятиям, чтобы для себя сформировать понимание о том, как работает Алроса, какие есть профессии в Алроса и кто чем занимается. Вот те детки, которые в этом году выпустились, уже поступили, вообще какие-то специальности они выбрали? Меняли ли они свои предпочтения? Либо все-таки вот в девятом-десятом классе они к вам поступили и целенаправленно к одиннадцатому классу все уже знали, куда они поступают? Опыт показывает, что у выпускников, так же как у любого ребенка, меняются приоритеты. Но мы периодически проводили тестирование наших учеников инженерного класса, которое показывало, что все-таки большая часть класса это дети инженерной направленности. И они выбирали свои профессии именно в этом кластере, в инженерном. Вот если говорить о работе Центра подготовки кадров с подразделениями акционерной компании, они делали заявки на определенных специалистов? У нас построена система таким образом, что мы собираем заявки подразделений, то есть они планируют у себя, какие специалисты им будут нужны через 5-6 лет, дают нам заявки. И мы под эти заявки работаем с конкретными институтами, высшими учебными заведениями и с выпускниками. То есть таким образом у нас организуется целевой прием. То есть насколько я понимаю, эти ребятишки, которые выпустились, поступили, они уже знают, что на конкретное предприятие придут работать, так ли это? Если с выпускником заключен договор на целевое обучение, да, он знает, в какое предприятие он придет работать после окончания высшего учебного заведения. Ну, те, кто не поступил у нас по целевому договору, они имеют возможность после окончания второго курса обратиться в структурные подразделения, которые им интересны, и заключить договор о стипендиации. И тоже после заключения этого договора у них появляется уверенность, так сказать, в завтрашнем дне. Они знают, в какое предприятие они придут работать, и это же предприятие им гарантирует прохождение производственной практики во время учебы. В этом году набрали новых детей? Да, в этом году у нас набран новый класс на базе той же самой нашего партнера школы-лицея, набран класс в количестве 29 человек, называется он класс Алроса, то есть немножко мы поменяли название, Алроса-класс. Вот, и в этом году дети, чтобы попасть в этот класс, проходили тестирование. Набор был объявлен среди всех школ города, то есть все желающие проходили тестирование по базовым предметам, это физика, математика, информатика. Затем они проходили еще психологический отбор, психологическое собеседование, после чего принималось решение о зачислении их в Алроса-класс. Это все-таки мальчики, либо девочки, либо там 50 на 50? Знаете, смешанный состав, смешанный состав. И в этом году у нас немножко отличается, мы решили набрать после 8 класса, то есть чтобы у детей в том числе была возможность принять окончательное решение, проучившись год в классе, понять, если ребенок все-таки поймет, что это не его направление, что он больше гуманитарной направленности, а не технической, у него будет возможность после окончания 9 класса перейти в другой класс, в другую школу вернуться, может быть там или уйти в лицей. А у нас будет возможность добрать еще после 9 класса выпускников других школ, которые, может быть, сейчас не попали, но у них появился шанс подготовиться и попасть в этот класс. А есть ли еще места, может быть, те, кто вот сейчас вот именно загорелся, вот может быть, по каким-то другим семейным обстоятельствам, причинам, ребятки не попали, но мечтают. Есть ли дополнительный еще набор? Нет, сейчас уже дополнительного набора нет, дополнительный набор будет по итогам этого года. И, в принципе, у них есть возможность, может быть, поступить уже в 10 класс, в Алруса класс. Да, да, то есть по весной нужно будет узнавать, но мы, конечно, эту работу будем вести, разъяснять, то есть мы посмотрим к весне, посчитаем, посмотрим результаты, будут ли желающие все-таки перейти на другие направления. Хотя шанс, ну, то есть на самом деле шансов таких очень мало, поскольку дети все отбирались через психологические тесты и направленность их инженерная, она была подтверждена психологами, специализированными психологами, которые в области профориентационной деятельности работают. Очень интересно получается, что детки уже к 9 классу кто-то определился, другие в 10-11 классе, а как показывает практика, в какие вузы они поступают от акционерной компании Алруса, с какими вузами у Центра подготовки кадров акционерной компании Алруса заключен договор? У нас есть определенный пол вузов-партнеров, с которыми мы работаем, это, значит, и наши вузы СВФУ, и МПТИ, которые находятся в Мирном, и сам СВФУ основной, который находится в Якутске, затем это Сибирский федеральный университет, это Ирниту, это МИСИС, и сейчас мы с этого года опять возобновили работу с Санкт-Петербургским горным университетом. Если говорить вот о тех специальностях, которые готовят вот эти... Еще забыл, забыл, простите, упомянуть РГГУ. С какими факультетами, с какими специальностями вот здесь вы работаете? Это горные, это строительные, либо какие-то другие? В основном, конечно, это горное направление, но год от года у нас меняется, все зависит от заявки структурных подразделений. То есть у нас нет четко закрепленных направлений, четко закрепленных специальностей. У нас есть перечень востребованных специальностей вакционерной компании «Алроса», но каждый год заявка структурных подразделений меняется. Какие специалисты конкретно нужны? Будут через 5-6 лет. Вот если говорить о планах, да, вот в Мирном открыли такой класс, но у Центра подготовки кадров есть филиалы и в Удачном, и в Вайхале, и в Ленске. Там вообще на будущее вот что-то подобное появится? Ну, будем надеяться, что когда-нибудь это появится, пока в планах этого нет. Потому что это достаточно затратное мероприятие, и не хотелось бы переводить качество в количество. То есть мы, во-первых, у нас уже наработан опыт работы с Мирнским политехническим лицеем. Это хороший опыт. То есть и мы, и они многому научились за эти два года, когда у нас учился первый инженерный класс. И сейчас с классом Алроса мы будем развивать это сотрудничество и развивать направление повышения грамотности детей. Мы предусмотрели опять повышение материально-технической базы школы, будем закупать оборудование новое, в том числе оборудование для видеоконференц-связи. То есть раньше преподаватели, которых приглашали из ведущих вузов страны, они приезжали сюда в командировку. Сейчас и у детей, у преподавателей появится возможность получать эти лекции путем видеоконференции, что значительно снизит и финансовую нагрузку, ну и в том числе преподаватель. Не каждый может вырваться, чтобы приехать сюда на неделю, а выделить в своей программе несколько часов в неделю для того, чтобы прочитать лекцию путем видеоконференции, это гораздо проще. Потом мы отправили наших преподавателей, которые будут преподавать в этом классе, в образовательный центр «Сириус». То есть за счет компании это были предусмотрены, они продолжают там сейчас обучение, и по окончанию обучения будут защищать проект. Я думаю, что это как раз и будет проект преподавания профильных дисциплин в Алроса-классе. Кроме того, мы предусматриваем, что преподаватели, которых мы будем привлекать из вузов, в этом году предполагается, что это будет МИСИС. У них есть специальная программа, такая профориентационная, для школьников. В рамках этой программы школьники будут получать углубленное образование по информатике, по физике и основы горного дела. Интересно. Дети, я так понимаю, учатся, к детям приезжают преподаватели, да, а дети ходят на экскурсию. Еще какую профориентационную работу с ними проводят? И в школах, да, преподаватели, и в центре подготовки кадров? Ну, у нас очень большую профориентационную работу проводится силами молодых специалистов компании. Они встречаются со школьниками, рассказывают о том, где они работают, чем они занимаются, чтобы у школьников сложилось полное представление о профессиях, по которым можно обучаться, которые в компании востребованы. Кроме того, вот наш отдел профориентационной работы ведет очень большую работу. Мы проводим конкурсы «Твой выбор». Вот у нас проводится профориентационная игра. В этом году мы планируем провести среди школьников младших классов там конкурс рисунков на профессиональную тему. Приглашаем студентов, которые из наших выпускников поступили в технические лузы. Когда они приезжают, предлагаем им выступить перед школьниками, рассказать, как они учатся, чему их учат. Интересно, им неинтересно, что они узнали нового. Насколько я понимаю, они усиленно изучают физико-математический профиль. Если оценивать, может быть, это не к вам вопрос, но так или иначе, вы анализировали ситуацию с создачей ЕГЭ тех, кто не в Алросо-классе, и те, кто ребятишки сдавали вот это ЕГЭ, обучающиеся в Алросо-классе? Мы считаем, что уровень подготовки в школе-лицее очень хороший. И уровень наших выпускников тоже по сдаче экзаменов очень хороший. То есть я вам точные цифры называть не буду, и сравнивать, наверное, не совсем корректно, потому что выпускники инженерного класса, они все-таки получали дополнительный упор, более углубленно изучали предметы информатику, физику, математику. Поэтому здесь вот такое сравнение, эти лучше, эти хуже, наверное, на мой взгляд, но оно некорректное. То есть мы считаем, что те знания, которые мы им дали, они получили их не зря, и результаты ЕГЭ это подтвердили. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о работе инженерного класса в политехническом лице с директором Центра подготовки кадров Сергеем Ивановичем Андреевским. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok